Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами два ролика с канала Равиола Баска и Енот Киноман. Оба ролика посвящены тому, как победить монстров и зомби из фильма Хижина в лесу. К слову, Звездный Капитан уже выпустил ролик о том, почему нельзя победить ловушки и монстров из фильма Хижина в лесу. Если что, я оставлю ссылку на данный ролик в описании. Ну а мы приступаем. Для начала мы рассмотрим ролик с канала Равиола Баска. Для начала Равиола Баска начинает нам втирать и зачитывать то, что мы и так знаем. Пятеро подростков принимают решение поехать на выходные в отдалённые от города просторы. Не, ну это мы и так знаем, а что у нас конкретно по теме ролика «Как победить»? Одному из них удалось приобрести Хижину, только вот находится она в неузнаваемом для GPS-ом месте. Фф, ладно, это пока что ещё терпимо. Связь, что неудивительно, там тоже отсутствует. Им стоило заранее позаботиться о бензине ещё до поездки за город. На GPS эта местность не указана. Ребята не могли знать о том, что по пути попадётся заправка. Соответственно, с логичной точки зрения, позаботиться о запасах следовало заранее. Так, стоп, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Ты у нас тут фильм пересказываешь и грехи считаешь? Или всё-таки рассказываешь о том, как победить? Сука, что же у вас за мания такая в начале ролика постоянно пересказывать и считать грехи фильма? И ладно бы эти придирки и замечания были бы адекватными. Так нет, они настолько идиотские и несуразные, что желание смотреть ролик сразу отпадает. Каким образом ветру по силам поднять эту дверь? Вы не можете делать такие выводы? И вот опять этот идиотизм с счётом грехов. Да любому человеку первое, что придёт на ум, это то, что как раз-таки эту дверь распахнул ветер. Так как такой ветер должен издавать характерный звук. Чел, любая, даже нематериальная вещь может издавать характерный звук. Чтоб вы понимали, объясню на примере. Могут двигать стол, и в итоге окажется, что это стул. И почему люк открылся именно тогда, когда в хижине поселились вы? Логично, что такое происходило до вас. Но тогда кто, по вашему мнению, мог закрыть вход в подвал? Нет, нихрена, это не логично. Можно лишь предположить, что такое могло происходить до них. Во-вторых, не стоит забывать о том, что они уже подвыпившие. Следовательно, думают о ней иначе. Вместо того, чтобы посылать девушку вниз, одну, для начала стоило просто подождать. Затем выкинуть вниз что-нибудь подходящее. Например, эту голову, которую несколько минут назад пыталась соблазнить Джоус. Ну да, конечно. А типа перед тем, как зайти, они не подождали. Но с головой волка я так и вовсе угарнул. Я так могу со второго этажа скинуться нахуй. Хижина находится глубоко в забытом лесу. Здесь нет связи. Он и окружающие дороги не отмечены на карте. Эта местность идеальна для того, чтобы скрываться от внешнего мира. Почему этим не могут воспользоваться опасные преступники в розыске? Они в состоянии использовать хижину в качестве своего укрытия. Где гарантии? Что этот люк открыл не какой-нибудь серийный убийца. Во-первых, любой маньяк или убийца тупо бы не дошел туда, потому что это тупо невозможно. Туда на машине-то доехать кое-как можно. Во-вторых, следов взлома обнаружено не было. Да и разбитых окон мы поблизости нигде не видели. Следовательно, никто не пробирался в хижину. В-третьих, ни хрена себе, какая сила у этого маньяка. Да для того, чтобы эта дверь подвала так сильно и резво распахнулась, нужно неплохо так приложиться. Дана действительно согласилась проверить подвал, на что тебе мешало взять хотя бы простую палку для профилактики. Фонарик это круто, но ты нервничаешь, потому что внизу может тот находиться. Максимум, кого она сможет там встретить, это какую-нибудь крысу подвальную. Я повторяюсь, следов взлома обнаружено не было, разбитых окон также не обнаружили. Следовательно, никакого, мать вашу, проникновения не было. Кроме того, прежде чем окончательно спускаться вниз, у нее была возможность осмотреть подвал, стоя на ступеньках. Ага, страху и алкоголю в крови это расскажешь. Курт вместе с Джолс принимают решение уединиться в лесу ночью, где на них совершают нападение зомби. Местные мертвецы не отличаются скоростью при передвижении. Ну наконец-то, может хотя бы сейчас мы услышим что-то из разряда «Как победить». Это компенсируется их возможностью думать и использовать предметы в качестве оружия. Обратите внимание, с каким творческим подходом они решили избавиться от девушки. Охуеть, спасибо, папаша! Что объяснил нам то, что мы и так прекрасно понимаем. Изначально, один из зомби вонзил что-то очень похожее на нож, в кисть девушки. Он не стал убивать парочку сразу, сначала просто поранил. Охуеть, спасибо, папаша! У Курта и Джолс была возможность бежать до хижины, предупредить друзей и сваливать на машине обратно, по той же самой дороге. Ага, только перед этим нужно каким-то образом обойти Бакнеров, которые уже в тот момент окружили Курта и Джолс. Мало того, было прекрасно показано, что Бакнеры не уступают в силе Курту, а даже наоборот превосходят его. Девушка слишком долго не могла думаться и встать на ноги, из-за чего Курта схватил один из мертвецов. У Джолс серьезная травма руки, но это не может мешать девушке бежать со всех ног. Ага, вот только перед нападением пустили феромоновый газ, который притупляет разум. Мертвец имеет при себе цепь, на конце которой медвежий капкан. С помощью этого оружия можно доставать свою жертву на расстоянии. Охуеть, спасибо, папаша! Зомби воспользовался капканом против Курта на глазах у девчонки. Охуеть, спасибо, папаша! В этот момент у Джолс было серьезное преимущество выжить. Для того, чтобы зомби мог нанести удар, ему нужно несколько секунд для направления цепи на свою жертву. Но за это время девушка должна увеличивать расстояние и поглядывать назад, чтобы успеть увернуться от удара. Да нихрена подобного! Не забываем про феромоновый газ и алкоголь, который до сих пор находился у нее в крови. Мало того, пока бы она так бежала, можно было бы случайно напороться на дерево, на ветку или на что-то, что лежит на земле. Я уже молчу про то, что за ними и так следили люди из фонда, которые могли бы поднасрать девке, пока она бежала бы. Плюс ко всему, вокруг деревья, из-за которых мертвецу будет сложнее попасть в жертву. Ага, а еще так можно потеряться или напороться на это же самое дерево. Пара в этой ситуации делала все неправильно. Они как рыба, закрытая в сетке, барахтались, нисходя с места. Нихуя себе! Это что за причитания такие начались? Я бы взглянул на тебя, если бы такая херня с тобой уже только произошла. Курт предлагает оставаться в деревянной многолетней хише. В первую очередь, необходимо найти оружие. Хм, ну давай поищем. В хижине нет богатого выбора, но можно использовать стулья, палки и олени рога. Ага, и хватит всего этого добра на немного. И это при том, что зомби мало того, что умеют уклоняться, так еще и защищаться. Подростков теперь четверо, и рогов хватит на каждого. Ты чё, ебанутый? Эти вещи пригодятся строго для самообороны. Во-первых, у оленя всего два рога, во-вторых, чё они будут с этими рогами делать? Алло, дядь, это ссыкливые подростки, которые первый раз столкнулись с неведомой ебаной хуйней. Рогами вы сможете лишить мертвецов глаз. Но не слух и обоняния. Судя по анатомии простого человека, без них они видеть не смогут. Охуеть, спасибо, папаша! Это лишит их зрения. Но я повторяюсь, это не лишит их слуха и обоняния. А у вида и подвида зомби, слух и обоняния развиты гораздо лучше, чем то же самое зрение. Подросткам не стоит расходиться друг от друга. Так как в таком случае, есть все шансы победить одного мертвеца. А что у нас произошло дальше? Правильно, Курт принял правильное решение, но газ все изменил. А кто у нас выпустил этот газ? Правильно, Гэри Ситерстон. Если все удары наносить строго в голову, любое бессмертное существо не будет таковым казаться без головы на плечах. Кроме того, все средства самообороны нужны для того, чтобы повысить шансы добраться до автомобиля. Чего точно делать нельзя, так это оставаться в помещении. Ну да, ну да, конечно. Мы ссыкливые подростки, которые первый раз в своей жизни встретились с какой-то неведомой херней, даже не зная, насколько она сильна. И именно поэтому мы вместо того, чтобы сидеть в безопасном помещении, побежим быстренько к машине. Да и на кой хрен? Сотрудники фонда все равно бы не дали этого им сделать. В какой-то момент Курт меняет свое решение на то, которое полностью противоречит тому, что я сказал выше. Хм, интересно, почему же? Удивительно, что все остальные с этим согласились. Ребята разделяются, чтобы быстрее баррикадировать хижину, и в итоге попадают в ловушку. Да нет, удивительного как раз-таки тут ничего нет. Курт у них выступает как вожак стада... Ммм, стаи. Именно поэтому тот же самый Холден с ним соглашается, а Марти никто слушать не будет, потому что его все считают укурышем. К тому же не забываем о том, что они находятся в стрессовой ситуации, где решение нужно принимать очень быстро. А время на разборки тупо не было. Комнаты, в которые успели забежать подростки, заперты. Самое плохое в этой ситуации – окна. Герои не имеют при себе средств самообороны, и отбиваться попросту не смогут. Очевидно, что зомби будут лезть через окна. Охуеть, спасибо, папаша! Этот парень максимально глупый, если считает правильным сидеть спиной к окну, за которым несколько мертвецов. Марти сам своими действиями не оставляет себе шансов на выживание. Ага, и это в тот момент, когда он еще оставался укуренным, следовательно, не обдумывая последующие действия. Все, что он мог сделать – это тихо сидеть в углу, чтобы зомби не смог его заметить, или сразу выбегать в окно, пока никого нет. Тогда у Марти была бы возможность отвлечь внимание остальных мертвецов, и таким образом спасти всех, кто остался в закрытых комнатах. Да, интересно мне было бы посмотреть на то, как, хоть и не полностью, но уже наполовину укуренный парень, спасает своих друзей от зомби, которые гораздо сильнее их в несколько раз. Вот интересно мне было бы посмотреть на дальнейшие действия Марти, если бы Джуда Багнер не пришел и самовольно не вытащил Марти из окна. Ну вот, разбил бы он окно, и дальше что? Он наделал только больше шума. Входная дверь закрыта, вход в другие комнаты также закрыт. Оставшиеся смогли выкрутиться благодаря очередному подземному помещению. Меня удивило, что Дана перед тем, как спускаться, решила проверить с помощью фонаря, нет ли внизу чего-то полуживого. Блин, наверное, потому что она понимает, в какой она ситуации находится. Вместо того, чтобы напичкать карманы острыми инструментами со стола, они тратят время на пустые разговоры. Ээээ, напичкать острыми инструментами карманы? Я думаю, это не совсем хорошая идея. Это что за бред, сука? Это приводит к тому, что в холодно прилетает капкан. Зомби пытается вытащить парня из подвала, но Дана своими действиями не позволяет ему этого сделать. Охуеть, спасибо, папаша! Когда появилась возможность добить мертвеца, девушка почему-то делает это в область груди, хотя перед ней целая неподвижная голова. С её стороны было глупо не повредить хотя бы глаза. Блин, он так легко об этом говорит, будто автор видео каждый день кому-то лезвием в глаза тыкает. На столе было много других острых предметов. Я не понимаю, почему главные герои не подобрали ничего полезного, перед тем, как пытаться выбраться из помещения. А по-моему, на тот момент их задачей выступало спасти свои задницы, а не подбирать какие-то ножи и бороться с этими зомбиами. Впрочем, Курт по пути догадался найти себе оружие. Которое в итоге ему так и не помогло. К слову, на этом моменте я немного удивился, так как обычным персонажам предпочитают отбиваться голыми руками. Охуеть, его что-то удивило. Герои выбираются из хижины и пытаются уехать подальше от этих мест. Итак, ситуация бесспорно плохая. Сейчас очень рискованно уходить с открытого пространства, так как в случае приближения мертвецов, вы не сможете заметить их задолго до того, как они начнут приближаться. Да ладно, а мне казалось, что ты говорил наоборот, они медлительные и у нас есть шанс убежать от них. Якобы у нас есть преимущество в этом. Где тут, блядь, логика, я не понимаю. Кроме того, эта стена находится не везде. Например, в туннеле её нет. Героям стоило проверить завалы. Возможно, там всё не так плохо. Может быть, всё не так плохо? Я бы сказал, тут всё очень хуёво. Если завал слишком большой, тогда паре необходимо дождаться дня и пытаться найти щели. Какие нахрен щели? Туда палец просунуть кое-как можно, а ты нам про какие-то щели втираешь. Героям понадобятся силы для того, чтобы исследовать локацию ради спасения. Каждому необходим сон, но делать это нужно по очереди. Ну да, у нас тут по округе разгуливают зомбята, а мы по очереди спать будем. В случае приближения мертвецов, можно столкнуть их вниз с помощью грузовика, но это будет сложно из-за плохой манёвренности большого автомобиля. Это только при том, если Бакнер будет стоять на пути, а не где-нибудь с краю. Но даже если остановиться на другом краю леса, мертвецы всё равно могут вернуться. Но для этого нужно время, его должно хватить для небольшого отдыха. И ты типа предлагаешь нам вот так метаться из угла в угол. Проблема в том, что Холтона убивают прямо за рулём. Мне не ясно, что заставило героев зайти в машину и не обшарить каждый угол. Эээ, обшарить каждый угол? Ты чё, ебанутый? В стрессовой ситуации? Это чё за бред, сука? Вы должны не забывать проверять заднее сидение своей машины. А на кой хрен первое, что взбредёт в голову человеку, это быстро заводить машину и сваливать оттуда, а не проверять заднее сидение? Это уже потом, ты скорее в конце поездки будешь проверять заднее сидение. Если вы оказались под водой в закрытом транспорте, лучшее, что вы можете сделать для своего выживания, это заранее предугадать, что скоро ваш транспорт вместе с вами окажется в воде. Заранее предугадать? Ты чё, ебанутый? Может быть ещё заранее дверь оставить открытой нараспашку? И незамедлительно открывать окно? Я не думаю, что ты успеешь открыть окно, может быть дверь? Не, судя по той машине, в которой ехала Дана, до двери бы она тупо не дотянулась. А может быть расстегнуть ремень, если ты был привязан к нему? Велика вероятность, что заранее открыть окно не получится. В принципе, как я и сказал. Вся электроника, связанная с дверьми под водой, долго не проживёт, как правило не более трёх минут. Да тут дело даже не связано с электроникой, тут дело связано с тем, что дверь просто заклинет и не даст тебе открыть её. Есть другие причины, за которых окно не будет открываться, привычным для вас методом. В таком случае, его придётся разбить. Интересно посмотреть, как ты разобьёшь стекло машины под водой, когда многие эксперименты доказывали, что это по факту невозможно. Если у вас в автомобиле всегда есть подходящее оружие или инструменты, то воспользуйтесь ими. Рекомендую иметь при себе простой маленький молоток. Если ничего подходящего нет, используйте ноги. Да не сможешь ты разбить стекло машины под водой, просто потому что твоя ударная сила будет будто в замедленном действии. Забудьте про попытки открыть дверь. Вы сможете её открыть только тогда, когда вода полностью заполнит салон. Ты чё, ебанутый? Это чё за бред, сука? И давление будет одинаковым с внешней и внутренней стороны. Да не сможешь ты это сделать. Есть только мнение, что нужно дождаться, когда вода заполнит весь салон, давление выровняется и дверь откроется. Но проблема в том, что пока это произойдёт, человек скорее всего захлебнётся. Если вы понимаете, что находитесь глубоко, избавьтесь от лишней одежды. Поскольку за вами охотятся мертвецы, обувь придётся оставить. Ну, так-то выбираясь из воды, можно нахрен замёрзнуть и потонуть, ну да ладно. Когда вы вылезете из машины, оттолкнитесь ногами как следует, чтобы быстрее сократить дистанцию до воздуха. Сомневаюсь, что это будет так легко, как сказал автор. Герой всё делает правильно, в отличие от людей, которые стоят за всеми этими кошмарами. Ну тут уж совсем маразм какой-то. Как они, имея такие технологии, смогли оставить настолько важное помещение без какой-либо охраны? Ты чё, ебанутый? Блядь, мне вообще тут нужно чё-то разжёвывать? Боже, сколько мне ещё раз придётся отвечать таким клоунам на этот вопрос? Это нереальный случай, который не был во вселенной хижины. Он был лишь записан аномальной книгой. Люди, которые спроектировали арену таких масштабов, должны были учитывать подобные риски. Это чё за бред, сука? Блядь, дико ржу с таких людей. Почему бы людям из центра не заняться размножением людей специально для этих целей? Ты чё, ебанутый? Хижиновцы уже давным-давно умеют и занимаются клонированием, но данный способ просто тупо запрещен и недопустим. Таким способом можно убить двух зайцев одним выстрелом. Да ни хуя подобного, это уже будет френдли фаер. Люди будут воспитаны и подготовлены для ритуала, подходить по всем нужным параметрам. А остальные, кому повезло родиться вне стен центра, будут спокойно проживать свою жизнь. Блядь, объясните ему уже кто-нибудь. Не думал, что когда-то это скажу. Но почему Марти просто не сдох ещё в середине фильма? Сука, потому что препараты и схема дела не подействовали на Марти из-за той херни, которую он курил. Фильм, блядь, потому что смотреть надо и меньше пи***деть. Благодаря нему у человечества больше нет шансов. Он знал, что если умрёт, то спасёт весь мир. А теперь он умрёт и заберёт с собой абсолютно всех. Эээ, блядь, ладно. Наконец-то можно перейти уже ко второму ролику. Пятеро студентов приезжают... Опять пустая болтовня. Кижина находится далеко от цивилизации. И она не обозначена на геолокации. Там, вероятно, могли бы спрятаться или проживать опасные психопаты. Да ну, ебаный ты в рот, блядь. Это идеальное место проживания для них. Да оно было бы идеальным, если бы находилось не в какой-то залупе, а гораздо ближе к городу. У нас есть Крис. Наиболее известен по роли Тора. В кинематографической вселенной Марвел. Нам нужно использовать его силу. Фильм бы закончился после первого нападения зомбаков. Боже, кто-нибудь объясните теперь ей. Но если вы столкнулись с угрозой, с которой можете бороться, нужно вооружиться как можно лучше. И вправду, а чё сразу на БТРе не приехать и в охапку взять танковую дивизию? Моя версия, справиться с зомби легче всех. У них нулевой интеллект. Ага, нулевой интеллект. И при этом умеют держать оружие, пользоваться им и работать в команде. При этом обдумывая план действий и последующее нападение. Вы также с легкостью сможете расчленить их. Буквально просто подкрасться сзади и разрубить их ноги. Ну да, расчленить, конечно. И это при том, что обыкновенных-то зомби выпущенная очередь из СИГ-552 вплотную не берет. А тут ты нам предлагаешь вплотную подойти к разумному виду зомби. И я повторюсь, что у любого подвида и вида зомби слух и обоняние развиты гораздо лучше, чем зрение. А про трубку ног я так и вовсе молчу. Но по логике фильмов ужасов, герои там всегда немного глупые. Лучше мы разделимся. Они не обязательно должны превращать зомби в пепел. Бля, я-то уж понадеялся, я как раз с собой огнемет взял. По-видимому, они полагаются на структурную целность своих мышц, чтобы двигаться. Это чё за бред, сука? Я советую тебе получше изучить анатомию Бакнеров. Однако, при отсутствии какого-либо реального зажигательного оружия или ускорителей, зомби могут занять довольно много времени, чтобы стать недееспособными. Я так и не понял, огнемет нужен или нет? И огонь может легко распространиться, угрожая выжившим. Ладно. В этой ситуации я бы порекомендовала использовать огонь только как средство постоянного уничтожения побежденных зомби. Это чё за бред, сука? То есть, ты типа предлагаешь нам постоянно стоять перед ними и зажигать их, как бенгальский огонь? Просто, чтобы вы знали. Длинные японские мечи катана довольно быстро изгибаются и деформируются в бою. Жиза, каждый раз беру с собой в поход катану. Лучше всего было бы использовать копье, чтобы держать зомби на расстоянии. Какое нахрен копье? Где ты его достанешь? Может быть, ты имел в виду палку или ветку? Двери тонущего фургона невозможно будет открыть из-за давления воды. Это мы уже слышали. Техника выживания, которая используется для нахождения в тонущем транспортном средстве, состоит в том, чтобы выломать окно. Всё то, что она сказала, мы уже слышали, и я благополучно проверка эту теорию. Актёры фильма стали плохо соображать из-за газа, который пустили наблюдатели. Если вы хотите уничтожить любое существо и не жалеть о последствиях, лучшим решением будет просто затопить его нервно-паралитическим отравляющим газом. Ну, само собой, всегда в кармане с собой ношу нервно-паралитический газ. Конечно, многие из этого зверинца, вероятно, невосприимчивы к нервно-паралитическому газу. Да, в кидон был бы неплохой, если бы ты, конечно, на самом деле знала, как действует нервно-паралитический газ на монстров. Фух, ну что ж, на этом всё. Что же, если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. А пока что я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok